Добрый день, уважаемые телезрители! Вопросы благотворительности, тема гуманитарной помощи сегодня стали актуальны как никогда. Этому способствовала и прошедшая недавно ситуация тяжелая, связанная с эпидемией коронавируса и специальная военная операция, проводимая сейчас на территории Украины. Поговорить о том, как оказывается в Татарстане гуманитарная помощь и как развивается благотворительность и общественные проекты, связанные с благотворительностью, мы пригласили сегодня координатора Республиканского общественного движения Ярдем Янаше «Помощь рядом» Тимура Фадбировича Сафина. Добрый день, Тимур Фадбирович! Добрый день, Альберт! Ну, а с вами журналист Казанского федерального университета Бигбов Альберт. Итак, Тимур Фадбирович, Республиканское общественное движение Ярдем Янаше «Помощь рядом» сейчас громко заявило о себе, оно сейчас фактически является лидирующим общественным движением по благотворительности, по гуманитарной помощи. Расскажите, пожалуйста, в чем смысл этого общественного движения? Как любая общественная инициатива, движение Ярдем Янаше, так было и в 2020 году, организовало свою работу в ответ на некоторые социальные проблемы. Это типичная реакция любых общественных институций, когда появляется вокруг какая-то социальная проблема, вокруг нее консолидируется общественность. Так случилось и в этот раз. Наша задача в данном случае прежде всего координирующая, потому что в Татарстане, и почему мы достигли каких-то очень больших цифр, лишь потому, что мы объединяем очень много инициативных групп граждан, предприятий. Это самые разные общественные объединения, инициативы. Люди включаются совершенно с разных сторон, то, как они видят эту помощь. И наша задача и роль, прежде всего, координирующая, коордиционная, такая, по сути, задача организовать работу таким образом, чтобы помощь собиралась эффективным образом, чтобы у этой работы была соответствующая инфраструктура, и чтобы эта помощь доходила до тех, кому она действительно нужна. И в том виде, и в том составе, в котором она нужна. И это, на самом деле, отдельный предмет для разговора, потому что очень большое количество самой разной помощи. И, к сожалению, не всегда то, что приносится, не всегда та помощь, которая, или то, как ее видят люди, действительно нужна на местах. Ну, и наша роль здесь все-таки где-то подсказать тем людям, которые хотят помочь, и ответить на вопрос, каким образом лучше эту помощь осуществить. Имур Фадбирович, давайте поговорим про истоки. Когда возникло движение, кто вообще выступил инициатором, и вообще почему? Вот вы уже частично ответили на этот вопрос. Да, это был 2020 год, пандемия, тогда все растерялись. Говоря откровенно, люди, это правда, растерялись и в этот раз. Здесь очень много общего, потому что сначала мы не понимаем, что делать. Мы видим только проблему. В 2020 году нас всех охватил некоторый ужас, потому что ситуация с нами случилась первый раз. Пандемия, все сидели дома, все боялись, и мы не знали, чем все это закончится, когда будут хоть какие-то изменения. И что, собственно, с этим всем делать? После того, как прошел вот этот первичный шок, люди, активные люди начали включаться в работу, понимая то, что вокруг есть представители разных социальных групп уязвимых, которым еще сложнее, по разным причинам. Это одинокие люди, это люди с инвалидностью, это люди с тяжелыми хроническими заболеваниями. И в тот самый момент, в ответ на эту ситуацию, появилось движение «Ярдами нашей помощи рядом». Это случилось в 2020 году. И тогда удалось достичь достаточно больших результатов. То есть мы помогали адресно людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Это были самые разные виды помощи. Продуктовые наборы, их получилось у нас доставить в количестве более 45 тысяч единиц. Это очень много. Это самая разная поддержка, связанная, например, с социально-бытовой помощью. Где-то принести продукты, где-то принести лекарства, где-то выгулить домашнее животное, где-то оказать какую-то помощь с транспортировкой, где-то помочь провести время с детьми. Самые разные истории. И в этот раз во многом очень много общего в этих двух ситуациях. Потому что в начале, если мы говорим сейчас все-таки о периоде сентября, люди не понимали, что делать. У людей было очень много вопросов. Где-то люди даже были в панике. И это нормальная реакция, на самом деле, общества на любую ситуацию... Нестандартную. Нестандартную. Да, на любую ситуацию неопределенности. И здесь, наверное, это был общий знаменатель, что в 2020 году, что в сентябре 2022 года неопределенность. И людям нужны были какие-то возможности, куда они могли бы обратиться, на которых они могли бы положиться. Можно начинать с самого простого. Горячая линия. Горячая линия, куда можно просто позвонить и поделиться своей проблемой. Я совру, если я скажу то, что с самого начала мы знали ответы на все вопросы. Мы и сейчас не на все вопросы знаем ответы, к сожалению. Но для человека же важно, чтобы его услышали, чтобы приняли его проблему. И он знал, что не только он с ней наедине, а есть еще люди, которым не все равно, и которые помогают разобраться в этой проблеме. И делают все возможное, находясь в коммуникации с другими ведомствами, с другими организациями, для того, чтобы ему помочь. Это то, что мы сделали в первую очередь. Мы открыли горячие линии, чтобы собрать проблемы, чтобы понять, что вообще происходит, с чем сталкиваются люди. И затем уже постепенно начинали их решать. То есть вы сначала достигли так называемой обратной связи, что было необходимо людям, и только под это уже начали подстраиваться. Именно так. Именно так. Мы понимаем и сейчас понимаем, и таким же образом на самом деле эту работу выстраиваем. Потому что в начале шквал вопросов, касаемый неправомерной мобилизации, мы знаем, что эти проблемы были. Они как бы подтверждены на всех уровнях. И здесь задача общая государство. Потому что я не разделяю государство на какие-то элементы. Для меня это все-таки и для нас это одна большая такая институция, скажем так, куда включены и бизнес, и общество, и представители органов власти разного уровня. Задача государства все-таки была провести эту мобилизацию в правомерном русле. Есть же законы о мобилизации. Есть разные элементы, нормативно-правовые акты. И по сути все старались решить задачу по мобилизации, но опираясь на эту нормативную правую базу просто на местах, к сожалению, по разным причинам. И совершенно по разным причинам не всегда получалось так сделать. И наша задача здесь была помочь людям, помочь людям разобраться в их ситуации с их родственниками, сделать так, чтобы все-таки это было максимально в нормативно-правовом русле. И здесь мы не встречали каких-то сопротивлений. Важно сказать об этом, что руководство, высшее руководство, у всех была идея и задача сделать это максимально в рамках закона. И поэтому мы опирались на эту позицию и старались помочь, и находили поддержку. Тимур Фатбирович, вот как во времена коронавирусной инспекции, так и времена после начала специальной военной операции на Украине, благотворительность она носила, вот на начальных этапах она носила характер такого разрозненного, хаотичного процесса. И мы до сих пор, даже сейчас, допустим, видим, что есть какие-то организации, есть какие-то люди, которые сами добровольно собирают, выставляют в интернет данные каких-то счетов, куда надо все переводить, называют какие-то пункты, куда надо что-то доставлять. То есть это все, как говорил Владимир Ильич, это все стало похоже на живое творчество массы. И вот это живое творчество массы, оно привело к определенным перекосам, связанным с гуманитарной и благотворительной помощью, когда активизировались, что греха таить, активизировались мошенники, которые начали собирать деньги или товары и куда-то потом скрываться. И не последнюю роль еще сыграло и Цепцо украинские, которые тоже подключились к этому процессу ради того, чтобы осложнить все эти народные движения, народные стремления. И вот координирующие центры, которые могут упорядочить, которые могут не только, как вы говорите, в законном русле все это провести, но и внести какой-то порядок в этот хаос, будем так называть пока. Насколько вот такие координирующие организации типа ЕРДМ-ЕНШ сейчас нужны и какова сейчас действительно их роль в этом процессе упорядоченной? Это вопрос сложный, потому что и продолжая ответ на предыдущий вопрос, и отвечая на этот вопрос, сейчас, после того, как мы прошли этап мобилизации, наша задача помогать максимально. И поэтому ответом общества сейчас является работа с гуманитарной помощью самым разным образом. Задача координирующих организаций скорее объединить тех, в ком мы уверены, тех людей, которые нам видятся надежными, при том с объективной точки зрения. Мы всегда поддерживаем людей, которые, например, работают в рамках организационно-пуровых форм. Сейчас объясню, почему. Это люди, которые, например, создали некоммерческую организацию, либо работают при какой-то некоммерческой организации. Почему это важно? Потому что всегда идет сбор денежных средств, это большие суммы. Да и любая сумма важна, дело даже не в ее размере. И если сбор осуществляется на счета некоммерческих организаций, то работа этих организаций контролируется определенными органами. Министерством юстиции, например. Отдельно. То есть в Министерстве юстиции вообще задача проверить организацию, работает ли она в соответствии с своими уставными задачами, например, благотворительными. Мы же много видим сейчас различных инициативных групп, которые осуществляют сбор на самые разные счета физических лиц. Для меня, как человека из общественной среды, это вызывает сразу очень много вопросов. Это не значит, что эти люди хотят навредить. Совершенно нет. Но мы понимаем то, что уровень контроля сразу становится очень, назовем так, ничтожным. Потому что кроме как человека, который сам владеет этой картой и распоряжается ей, никаким иным образом сконтролировать этот процесс невозможно. Да, мы видим какие-то отчеты. Но опять-таки, насколько они правдивы и верифицированы, мы не уверены. И в этом смысле, конечно, мы стараемся работать с теми движениями, организациями, благотворительными фондами, которые осуществляют свою работу, сбор средств и покупку гуманитарной помощи именно в рамках специфики работы с общественными объединениями в рамках организационно-правых форм. Есть, конечно, инициативные группы граждан, в которых мы уверены очень давно. Но это скорее вопрос, может быть, где-то личных знакомств или знакомства тех людей, которым мы тоже очень сильно доверяем. Потому что мы ведь оказались в ситуации, когда эта помощь действительно нужна. И если человек связывается, выходит с инициативой передать те вещи, в которых действительно нуждаются, например, жители города Лисичанска или военнослужащие, разумеется, мы примем эту помощь, потому что она действительно нужна. И зачастую времени уточнять, разбираться, каким образом они организовали сбор, откуда все эти вещи. У нас нет. Но наша задача ведь прежде всего помочь, а разбираться, так сказать, в причинно-следственных связях, ну, наверное, стоит потом. Вы считаете, что со временем благотворительная и гуманитарная помощь должна все-таки войти в законодательное поле и более пристально контролироваться, более должен быть какой-то общественный контроль за многими стихийно возникающими процессами? Здесь очень просто можно перегнуть случайно, потому что все-таки благотворительная деятельность или волонтерская деятельность – это позыв души, и это добрая работа и добрые намерения. Если ее загнать в бюрократические русла, от этого станет плохо. Сейчас это уже частично происходит, и мы видим, как реагируют на эти изменения определенные сегменты волонтеров, общественных объединений. То есть не всегда хочется того, чтобы деятельность каким-то образом контролировалась, учитывалась. Ведь люди это делают совершенно с иной мотивацией. Я думаю, здесь важно идти с другой стороны. Необходимо поработать с общественным мнением, с менталитетом, я бы даже сказал, достаточно укоренившимся в некоторых таких позициях, я бы сказал, даже где-то парадоксальных. С одной стороны, общество убеждено, что проблемы их никогда не коснутся. Вот часть общества. И мы видим, что подавляющая часть общества сейчас думает именно так. То есть занимает пассивную позицию. Они хотят думать, что ничего не происходит. Хотя они понимают и видят, что что-то все-таки есть. Это ведь удивительно. И в этом большая проблема. Тимур Фатбирович, можно перебить и задать такой вот прямо, который вопрос задали бы наши тоже телезрители. Но ведь государство же должно все это вести. Мы зачем будем выполнять работу, ту, которую должно делать государство? Именно так думает подавляющее большинство населения. Я думаю, что это сидит очень глубоко в нас. Потому что и наши деды, более старшее поколение, они убеждены, что государство решит все основные проблемы за них. Это касается самых разных аспектов жизни. И здравоохранения, и пенсии, и защиты, и уровня жизни. Это советское мышление. Я думаю, да. И оттуда все идет. И поэтому мы сидим и думаем, вот надо подождать, и все как-то само по себе решится. Ну, да, это позиция. Конечно, это позиция. С другой стороны, есть иная сторона общества. Которая убеждена, что важно помогать. Нельзя пройти мимо проблемы. Я бы даже сказал, что внутри этой части общества есть некоторая миссия такая глубинная, которая говорит о том, что надо обязательно помочь. Как так? Потом будем разбираться, кто прав, кто виноват. Сейчас надо побеждать. И пока это, конечно, меньшая часть общества. И в этом проблема. Если бы общество было более консолидировано, мы, конечно, видим, что постепенно это происходит, но темпы, конечно же, хотелось бы видеть немного более высокие. Мы все должны понять одну простую вещь. Без тыла, в широком смысле этого слова, без тыла побед невозможно. А нам надо побеждать. Другого варианта у нас нет. Потом будем разбираться, опять-таки, в причинно-свестных связях. Почему государство не закрыло какие-то вещи? А сейчас, понимаете, наши ребята выполняют возложенные на них задачи. Кто-то добровольно, кто-то на мобилизационной основе. Мы на связи находимся с их родственниками. Эти родственники 24 часа в сутки думают, и не только думают. Занимаются тем, чтобы организовать поддержку. Гуманитарные грузы отправляют их. Приезжают в самые разные места. И подвергают себе риску. И сейчас я считаю, что это действительно оправданная позиция. И надо помочь. То есть это позиция не человека, который привык все свои проблемы взвешивать на государство и ждать, когда оно решит. А позиция людей, хозяев, собственно, своей судьбы. Конечно. Которые действительно хотят сейчас действительно и помочь. И это зов сердца, это и зов даже в ситуации возникшей. Кто-то из родственников, кто-то из родных, из близких, из друзей уже оказался там. И люди, они действительно идут, работают, берут все в свои руки. Они ждут, когда государство что-то организует, сделает. Да, они, ну, скажем так, они помогают государству. Они помогают государству. И это очень важная работа. Она должна активно продолжаться, она должна развиваться. А в ином случае просто не получится. И еще очень важный момент, который до сих пор меня, наверное, и моих коллег сильно удивляет. Многие организации пытаются, так сказать, усидеть на двух стульях. В том смысле, что многие люди живут в смысле, что можно все отмотать назад. И пытаясь таким образом переждать, быть хорошим для всех сторон. И это, конечно, тоже очень сильно расстраивает. Потому что это тоже большая часть общества. Это и непонимание того, что уже мир изменился кардинально. Мы не вернемся к тому миру. Мир и так изменился. Просто эти изменения сейчас ускоряются. И в той ситуации, в которой мы окажемся, в ближайшем будущем, она зависит от нас всех. И сидеть на двух стульях – это точно не вариант. Да уж, это, как говорил Гераклит, нельзя в одну реку войти дважды. А сейчас эта река еще вообще куда-то переместилась. Эту речку еще найти надо. Сто процентов. Тимур Фатбирович, вот прозвучало слово «Лисичанск». Вот Татарстан взял на себя бремя шефства над городом, над пригородскими окраями, над районом около Лисичанска. И как и многие регионы, которые взяли шефство на той или иной области, зоны, где проходит специальная военная операция, или уже прошла, и там сложилась тяжелая гуманитарная обстановка, Татарстан сейчас работает с Лисичанском. И одно из направлений деятельности републиканского движения «Ярдем Яныше» – это грузы в Лисичанск, гуманитарную помощь. Расскажите, пожалуйста, о масштабах этой помощи и кто ее получает в Лисичанске. Масштабы большие, но все относительно. В Лисичанске сейчас проживает порядка 35 тысяч человек. Это не очень много, с одной стороны. С другой стороны, те условия, в которых они находятся, конечно, мягко говоря, ужасные. И за последние два месяца силами нашего движения, партнеров в ЛИЦе, отдельно важно сказать, это «Единая Россия», очень большую работу ведет давно, «Добрая Казань» очень активно включилась в эту работу, «Районы Республики», предпринимательские, собственно, в общем-то все, удалось только за последние два месяца практически 500 тонн туда доставить различных гуманитарных грузов, но этого недостаточно. То есть настолько тяжелая ситуация? Этого недостаточно. Ситуация тяжелая, у нас есть ориентировочные списки, на которые мы ориентируемся, мы находимся на связи с администрацией города. Это самые разные позиции, продуктовые различные наборы долгосрочного хранения, стройматериалы. Даже буржуйки какие-то. Буржуйки, да. Течка. Медицина, теплые вещи. Много всего, потому что воды нет, тепла нет, электричества нет, связи нет, там зима. Там, конечно, теплее, чем у нас, но влажность... Сейчас там минус 5, я сегодня смотрел. Ну, да, ну, ощущается там, конечно, сильно холоднее, потому что, ну, видимо, высокая влажность. Ну и плюс открытое пространство достаточно. Да, наверное. Ситуация, конечно, тяжелая. Дома просто разбомблены, инфраструктура. Все непросто. Уважаемые телегрители, я хочу вам поведать, что Тимур Фадвирович Сафин недавно лично сам посетил Лисичанск, ехал, приехал туда по вопросам оказания гуманитарной помощи, видел все своими глазами. И сейчас он рассказывает действительно свои личные впечатления. И что еще можно добавить к этому? Какая там действительно ситуация? Ну, просто, скажем так, наша помощь очень нужна. То есть такая у вас требованность? Очень нужна. Мы, и большое спасибо, мой большой друг Кирилл Булатов сам провел инициативу, детский хирург из Альметьевска. Он поехал туда вместе с нами, остался там, сейчас работает, проводит осмотры детей, выполняет какие-то операции экстренные при необходимости. Ну, там тяжелые какие-то случаи, перевозятся дети в Луганск, но если говорить о ситуации здесь и сейчас, то детских врачей там, конечно, мягко говоря, не хватает. И условия тоже соответствующие. Это отсутствие электричества, воды. Как люди живут? Тяжело живут, тяжело. Приходят по карточкам, получают еду, хлеб, теплые вещи, различные принадлежности. То есть это, конечно, удивительно. Удивительно, насколько человек к всему привыкает. Потому что, когда мы находились там, на фоне постоянно выстрела, и это работа нашей артиллерии. И люди очень четко научились различать, что такое залп на вылет, на выход и на вход. Пока мы были там, слава богу, в основном были залпы на выходе, мы удивились о количестве, огромное количество. Постоянно, постоянно прям стреляют очень десятки раз за минуту. То есть наши ребята, конечно, молодцы там. В хорошем смысле очень. Есть же разные мнения. Я был горд за наших ребят, когда уезжал оттуда. Я имею в виду военнослужащих. Им сложно, но они выполняют очень старательно, эффективно, насколько это возможно, свои боевые задачи. И с определенным настроем боевым. Мы уезжали, мы видели их. Большое им за это спасибо. И чему я сильно удивился, что на фоне вот этих всех выстрелов, когда все трясется, дети уже даже никак не реагируют. Ни дети, ни взрослые, никаким образом. Они уже настолько привыкли. Я недавно видел репортаж, даже содрогнулся. Дети идут в школу под эту канонаду, учатся, пытаются учиться в неотапливаемых школах, где достаточно тяжело-тяжело и с холодом, и с едой, и все. Но все равно продолжение какая-то продолжается, дети занимаются. Ну да. Ну, жизнь, она... И об этом я и пытаюсь сказать, что жизнь, она в любых условиях пытается реализоваться каким-то образом. Люди привыкают ко всему. И, конечно, нам с вами очень сильно повезло, что мы сейчас вот здесь находимся, спокойно, в тепле, и записываем интервью и пьем чай. А там такой возможности... Там совершенно другой мир. Вот так вот. Страшный мир. Страшный, страшный мир, да. Тимур Фатбирович, вот жители Лисичанска, как реагируют на гуманитарную помощь? Есть ли проявление недовольства, что мало, или наоборот, не то привезли, или какие-то другие пожелания? Люди, как и везде, очень разные. И срез общества плюс-минус везде одинаковый. Есть те, кто очень благодарен, есть те, кто недоволен. Но я думаю, что все, я уверен, что все убеждены в том, что без этой помощи просто никак. То есть это настолько критично. Конечно, она очень нужна. Она очень нужна, поэтому та поддержка, которую оказывает республика Татарстан, она там невероятно необходима. И даже в большем количестве. Поэтому я призываю всех включаться, нести вещи. У нас есть все списки того, что нужно там. Они размещены на сайте у нас, yardem.rf. Можно найти ближайший пункт приема гуманитарной помощи. Они у нас находятся по всей республике. И мы повезем это туда. Уважаемые телезрители, вот я хотел бы обратить ваше внимание на то, что yardem, яныше, помощь рядом, это не только Казань, но и отделение, и представительство по всей республике. Сколько отделений сейчас? У нас 84 пункта сбора по республике Татарстан. То есть в любом районе республики Татарстан можно связаться, можно обратиться на эти пункты и получить достаточно подробную информацию, что нужно, как, что, и взаимодействовать уже после, повинуясь за его сердце и повинуясь действительно гуманитарным стремлением души, которая, естественно, для каждого человека. Я хотел бы еще спросить, а вот наверняка есть такой вопрос, а куда перечислять деньги? Как? И вот вообще, как вы собираете, допустим, денежное пожертвование? У нас открыт специальный благотворительный счет на базе фонда Акбар Созидания. Этот фонд с безупречной репутацией. Это фонд, которому верят, доверяют, его знают жители республики Татарстан. Открыт специальный отдельный счет, посвященный работе движения Ярдаминаше. Все реквизиты и возможность перечисления с карты, например, она имеется на сайте yardem.rf. Все можно сделать, зайти, будучи физическим лицом, юридическим лицом. Самым комфортным образом сделать это пожертвование на эти деньги. Мы закупаем те товары, которые либо очень срочно нужны, и у нас нет времени дожидаться, пока мы получим это в материальной форме. Либо это такие очень дефицитные вещи, которые просто сложно находить физически в республике Татарстан, и их приходится закупать где-то в других местах. Например, сейчас такие проблемы с дизельными электрогенераторами. То есть раскупили все, плюс еще капитализм, конечно. Цены стали безумные. Влиять на это сложно, если невозможно. Мы же живем в этой конструкции. А пока мы живем в конструкции спроса и предложения, спрос порождает предложение, и цена, соответственно, взлетает наверх. Это, конечно, печально и не сильно радует, что для того, чтобы нам помочь нашим военнослужащим или жителям города Ильсичанска, мы должны покупать какие-то вещи в пять раз дороже, нежели они стоили, например, в августе. Ну, это, конечно, что-то невероятное и очень грустное. Но, тем не менее, все равно покупается-покупается и до нуждающихся доводится. А у нас нет другого выбора. Ну, опять-таки, потом будем разбираться, почему капитализм нас довел до этой ситуации, да, что мы генераторы стоимостью 50 тысяч должны за 200 покупать. Ну, это вопрос очень важный. И я надеюсь, что у нас будет время, возможность и желание в этом разобраться когда-нибудь потом. Но пока нам они очень нужны. Поэтому другого варианта у нас нет. Покупаем, везем. Тимур Фабирыч, а сколько денег собрали вообще? В денежной форме практически 40 миллионов рублей. Деньги поступили на барсозидание на счет. Большая часть из них уже потрачена. Они и тратятся регулярно. Это адресная помощь, прежде всего, мобилизованным гражданам. Термобелье, футболки, теплые вещи, носки, теплые сапоги. Это тот базис, без которого нельзя. И здесь важно сказать о том, что мы не занимаемся военной амуницией. Ярдами на шею – это история про гуманитарную помощь. Общего характера. Общего характера. Наша задача сделать так, чтобы, если мы говорим про военнослужащих, чтобы они и были согреты, обуты, чтобы у них была возможность обустройства своего лагеря в приближенном комфортном условии, в понятном случае, в контексте, где они находятся, чтобы было что поесть, чтобы было на чем приготовить. Здесь большую работу ведет Министерство обороны, потому что это их базовая задача. В данном случае мы опираемся на позицию, что, знаете, там, вторая туристическая плита или теплая куртка, или носки, или сапоги на запас лишней не будет. Собственно, военная позиция, в военном – военная, военному ведомству именно военная позиция, гуманитарная общая помощь, она действительно тут такие вещи общего характера. Да, ну и «Ярдамина шея» – это все-таки история именно про невоенную амуницию. Мы не занимаемся касками, мы не занимаемся бронежилетами. Наша задача – сформировать запас, передать его туда, и Министерство обороны, а им виднее, они распределяют это на местах тем образом, как они это считают нужным. Вернемся к Лисичанскому. Как вы узнаете, что там нужно? То есть, это запросы непосредственно принимаются от администрации города или от местных жителей? Как вообще это все формируется? У нас есть очень большой список. Он сформирован в администрации Лисичанска совместно с республикой Татарстан. Это несколько страниц, очень большое количество позиций. И, по сути, мы ведем работу в рамках этого списка. То есть, это уже действительно потребностям отвечает? Это 100% отвечает. Вы не приводите там, допустим, 100 одеял, когда там 100 одеял уже есть? У нас очень просто. Вот надо всего столько-то единиц, приехало вот столько-то единиц. Наша задача – это завести разницу всеми силами. Для того, чтобы люди смогли пережить зиму и как-то остаться более-менее в тепле, накормленными и с крышей над головой. Поэтому, да, в этом смысле мы постоянно опираемся на этот список. Он базовый, и он доступен. Эти позиции доступны, по сути, каждому человеку. То есть, кто-то может прийти, любой человек может прийти, посмотреть и купить в ближайшие магазины. Там точно будет несколько, как минимум, несколько позиций, если не десятки из этого списка. Еще одна деятельность Республиканского общественного движения, Ярдамьяна Ше, это довольно-таки звучит неожиданно и достаточно, я бы даже сказал интригующая, это психологическая помощь, которую сейчас оказывают в режиме горячей линии специалисты и привлеченные организации тем же движением Ярдамьяна Ше. Расскажите, пожалуйста, зачем это вообще и вот почему, собственно. У нас одно из направлений, это в целом адресная поддержка семей. И мы это делаем, семей военнослужащих. Это самые разные вопросы правового характера. Опять-таки, просьба разобраться в определенных ситуациях, связанных с выплатами, например. То есть не только психологическая, но и юридическая поддержка. Юридическая поддержка. Правовая. Социально-ботовая поддержка. Если говорить простыми словами, кому-то нужны были дрова, например. Да и не просто кому-то, а достаточно многим людям, особенно в районах, которые просто привыкли запасаться дровами на зиму. У кого-то баня, у кого-то, например, всегда не было условий дома, в условиях деревни, если человек какие-то свои гигиенические процедуры привык проводить в бане, и у них нет возможности это сделать дома, им нужны дрова, условно. Эти дрова, им всегда занимался мужчина в доме. Мужчина ушел, а дрова же нужны. Вот такие заявки у нас тоже есть. Мы привозим дрова, и достаточно много уже таких заявок выполнили. Кому-то нужно сделать небольшой ремонт. Течет крыша, починить диван. То есть какие-то очень совершенно разные, может быть, где-то мелкие, но от этого не менее необходимые вещи. Занести раз в неделю у нас попросили помогать заносить... Продукты? Воду. Тяжелую воду. Ну вот вода же, вот эти бутыли есть, по 70 литров воды. Ну просто потому, что всегда этим занимался в доме мужчина. А он ушел. А он ушел, да. Поэтому такие вопросы мы тоже решаем. Мы берем семьи под опеку и стараемся им помочь самым разным образом. А вот психология, ну вот звонят, и мне плохо, мне тревожно. Я испытываю, там, муж, отец, брат, сын, ушли, сейчас там находятся. Я за них переживаю, места не хожу. Как вы им помогаете? Здесь есть два варианта. Либо перевод на психолога, который непосредственно в онлайн-режиме окажет поддержку. Либо, если есть такая возможность, и наши коллеги из Российского Красного Креста видят в этом необходимость, они готовы выезжать. И они это делают. То есть они выезжают на месте, работают с людьми. Где-то это индивидуальная консультация, ведение. Где-то это работы в так называемых группах самоподдержки. То есть Российский Красный Крест формирует эти группы, потому что доказано, что таким образом преодоление кризисных ситуаций проходит легче. Это легче? Ну да, потому что когда человек понимает, что он не один в этой ситуации, что есть еще люди, которые тоже стараются справиться, он с большей вероятностью преодолеет этот кризис. И здесь мы, конечно, опираемся на опыт возможности, инфраструктуру Российского Красного Креста в Республике Татарстан. Вот этот объем психологической помощи и вообще работы этой горячей линии, насколько он существенен? Я могу сказать так, что последний месяц примерно каждое десятое обращение – это просьба о психологической поддержке. А обращений много? Обращений много. Важно отметить то, что горячая линия Ярда-Минаше, она обладает как собственным номером телефона, сайтом и различными каналами коммуникации, так и партнерскими. В лице Доброй Казани, в лице Народного фронта, в лице приемной Единой России, в лице горячей линии 122. И мы формируем общую статистику и очень комплексно взаимодействуем с этими коллегами. И если говорить о всем контуре горячих линий и нас как объединяющей структуры, то количество обращений приближается к 40 тысячам. И из этих 40 тысяч подавляющее большинство все-таки вопросы такого информационного характера. А как? А что? А можно? А нет? А положено или нет? Большое количество льгот муниципальных, республиканских. Постоянно меняется правовая база. Она развивается, добавляются новые категории. И люди звонят уточнить, как получить, что нужно принести, куда прийти, а положено или нет. И процентов 80-85 вопросов именно такого характера. Остальное — это сложные индивидуальные ситуации, которые требуют разбора. Либо вопросы адресной поддержки, которых я сказал как раз до. Либо это психологическая помощь, либо социально-ботовая, материальная, продуктовая, медицинская, трудоустройство. Люди часто звонят, просят организовать им курсы повышения квалификации или просто какое-то обучение, чтобы женщина, которая осталась, она смогла трудоустроиться на более высокооплачиваемую работу, например. Или вообще даже работу найти. Ведь многие дома сидели с детьми. Тимур Фатбирович, скажите, пожалуйста, такая работа, она ведь немыслима без привлечения огромного количества волонтеров. То есть здесь как происходит набор волонтеров, и поскольку мы беседуем в стенах нашего Казанского федерального университета, у нас большой объем студентов, которые действительно хотят и принимают участие в той или иной мере волонтерской деятельности, что вы им можете сказать? Без волонтеров, правда, никак. Те примеры адресной помощи, которые я озвучил, они реализуются силами волонтеров. Наши волонтеры помогают заносить воду, помогают выгуливать животных, помогают провести время с детьми, помогают починить диваны, помогают сделать ремонт крыши. Помогают продуктами, помогают психологически. Это все добровольческий состав нашего движения и партнера движения. Присоединиться можно, зайдя на сайт yerdam.rf, там есть эта возможность, специальная ссылка, стать волонтером и записаться. Мы здесь работаем в партнерстве с федеральным порталом Добру.ру. Там можно зарегистрироваться и стать волонтером нашего движения. После этого мы свяжемся и найдем возможность применить желание помочь человеку. Тимур Фатбирович, вот представим ситуацию. Юноша, обдумывающий житье, и он увидел, да, вот, набираются волонтеры. Зачем ему становиться волонтером? Как вы можете убедить сейчас наших пудентов, зрителей нашего телеканала? Зачем вообще это все? Ну, на этот вопрос, конечно, человек должен ответить сам. Ведь у каждого своя причина помогать. У кого-то и у подавляющего большинства населения причина помогать сейчас очень простая. Ну, я имею в виду, из тех, кто помогает, основная причина, не у подавляющего большинства населения, а из тех, кто помогает, это желание помочь своим родственникам, близким, которые оказались в непростой жизненной ситуации, которые сейчас выполняют возложенные на них боевые задачи. Именно поэтому они включены в эту поддержку. Это их родственники. По-другому они не могут. Некоторые помогают, и таких тоже очень много, опираясь на религиозный фундамент. Потому что важно помочь, и по-другому же никак. Важно помогать оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Кто-то помогает, назовем это так, и это тоже нормально для того, чтобы получить какие-то волонтерские так называемые часы, которые позволят затем получать, соответственно, определенные привилегии. Ну, назовем это так. Или благодарность. Есть, да, такие привилегии? Да, это возможность есть. У нас в стране активно развивается волонтерская инфраструктура. В целом это движение уже очень много лет. Оно поддерживается высшим руководством страны. И это правильно, это очень здорово. Спасибо им за это. Это возможность есть. И причина помогать в этом, она тоже имеет место быть. Почему нет? Очень много самых разных причин помогать. Например, как наш детский хирург, который уехал в Лисичанск, он нашел свою в этом определенную миссию врачебную. Он врач в шестом поколении, и у него с мотивацией все понятно. Он должен помогать людям, он врач. Это отдельное мотивационное русло, я бы сказал. Многие помогают просто потому, что считают, что если они это будут делать, то все быстрее закончится. Я тоже разделяю эту позицию. Как нам повлиять на ситуацию? Помочь? Каким образом помочь? Гуманитарной составляющей, работой на складе, работой в пунктах сбора, работой адресной поддержки семей, чтобы вместе быстрее преодолеть эту ситуацию, чтобы вместе быстрее победить, и все. Это тоже элемент мотивации, и одна из причин помогать. Она очень сильная и хорошая. А вот убежденные патриоты, есть кто-то там на диване, патриот, турбопатриот их сейчас называют, какие совсем активные, а они участвуют в волонтерском движении? Конечно, еще как. Нет, ну, про диваны их я не могу сказать, конечно, потому что мы их видим только в социальных сетях, как правило. Но они, вы знаете, делают нашу жизнь, может быть, немножко где-то бодрее. Не дают нам расслабиться. Наши диванные, так называемые диванные эксперты или патриоты, они ведь очень любят командовать и говорить, что мы делаем правильно, а что неправильно, вместо того, чтобы прийти и помочь. Такое тоже есть, конечно, к сожалению. Но, опять-таки, это просто наше общество. Так везде. Всегда есть разные люди. Это нормально. Это нормальная составляющая в целом жизни. Поэтому как-то так. А суперпатриотичные настроенные люди, конечно, это, я бы сказал, что это сейчас локомотивы нашего общества в этом направлении. И мы все смотрим на них. Как вот вы говорили про этого врача из Альметьевска, ведь он суперпатриот, получается, настроен. Ну, прежде всего, он патриот своей профессии, важно сказать. Но ведь вопрос патриотизма, он очень сложный и широкий. Для каждого же он свой. И ответ на этот вопрос, что такое патриотизм. Ну, для него патриотизм, это его работа помогать людям, помогать детям. И он поехал тем, помогать тем детям, которые оказались в очень сложной жизненной ситуации. И он не смог пройти мимо этой беды. За что ему спасибо. Мне кажется, из таких вещей и складывается патриотизм такой всеобщий. И у каждого своя причина, быть или не быть этим патриотом. Но лучше быть, тем не быть. Конечно, нужно быть. Сейчас нужно быть, важно быть и патриотом, и помогать нашей стране справиться с ситуацией. Уважаемые телезрители, на этом емком и действенном призыве я хотел бы завершить нашу передачу с позволения Тимура Фадбировича. И действительно, хочется вам пожелать дальнейших, я не могу сказать слово успехов, но хочется пожелать, чтобы движение расширялось, чтобы люди все больше и больше приходили, чтобы было больше волонтеров, чтобы было больше жертв выделить, чтобы было больше людей, которые откликнутся на зов сердца не только своего, но и людей в Лисичанске, или людей, которые сейчас защищают свободу и независимость нашей страны, находясь там. Хочется пожелать действительно вам в этом плане достаточно весомых успехов и дерзайте. Мы с вами, мы вас поддержим. И обращаясь к вам, уважаемые телезрители, мы приведем далее координаты Республиканского общественного движения, Ярдем Ейнаше, помощь рядом, то есть это и реквизиты счета, и телефоны, и другие виды контактной связи, для того, чтобы вы могли сами принять в этом участие. А за ответы на вопросы и за участие в нашей передаче я от всей души благодарю координатора Республиканского общественного движения, Ярдем Ейнаше, помощь рядом, Тимура Фадбировича Сафина, и с вами был журналист Казанского федерального университета Бигбов Альберт. Всего приятного. Спасибо, Альберт, за время и за интервью. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok